Привет! В ходе этого видео мы с вами создадим формочку регистрации, а также авторизации на сайте. Мы будем использовать такой язык программирования, как PHP. Дополнительно мы все это создадим на локальном сервере, после чего перекинем все это на удаленный сервер и посмотрим, как с этим всем можно взаимодействовать. Для этого видео нам потребуется несколько вещей. Во-первых, текстовый редактор. Я буду пользоваться текстовым редактором Atom, вы же можете пользоваться любыми другими текстовыми редакторами, ну или тоже скачать его. Дополнительно нам потребуется локальный сервер. Я буду использовать программку MAMP. Вы можете использовать такие программки, как OpenServer, XAMP или же другие любые программки. Я буду именно MAMP, потому что эта программка удобная, легкая в установке, бесплатная и доступна на Windows, а также на Mac. Ну и третье, что нам потребуется, это некий удаленный сервер, то бишь хостинг. Для этого я буду использовать компанию Fornex. Как видите, я уже на ней зарегистрирован и могу посоветовать эту компанию и вам, так как эта компания, она обладает низкими ценами, хорошими услугами и ей доверяют огромные компании, такие как Admitad, Letyshops, Pickaboo и многие-многие другие. Соответственно, компания хорошая и мы тоже с ней будем работать. С ней мы будем работать уже в конце видео, когда вот мы уже все создадим и нам потребуется перекидывать все на удаленный сервер. Пока же давайте мы просто с вами будем приступать к делу и напишем все на локальном сервере. Итак, все эти ссылки будут в описании к видео. Установите текстовый редактор, а также установите локальный сервер и уже с удаленным сервером поговорим в конце урока. Первое, что вам потребуется сделать, это скачать программки, скачать MAMP, а также Atom. Я это уже сделал, вот у меня Atom, вот у меня программка MAMP. И внутри программки MAMP первое, что мы делаем, это мы запускаем локальные серверы. Нажимаем на Start Servers, после чего у нас происходит небольшая загрузка и открывается страничка в браузере, где у нас есть вся необходимая документация и дополнительно есть все необходимые ссылки. Здесь у нас есть ссылка на My Website, нажимаем на нее и мы попадаем с вами на Localhost 4 восьмерки. Соответственно, здесь у нас будет отображаться наш будущий веб-сайт, пока его нету, но в будущем он будет. Дополнительно, здесь же есть ссылка на PHP My Admin, тоже можем нажать на эту ссылку. Это как бы графический интерфейс для управления базой данных, с базами данных. Соответственно, нам он потребуется, чуть позже с ним будем взаимодействовать. Единственное, что сразу мы здесь давайте установим, что язык базы данных будет русский, а также тему мы поменяем на вот эту вот вторую тему, потому что она более красивая и мне этот интерфейс больше тогда нравится. Теперь же, пока эту страничку тоже давайте не будем закрывать. Теперь приступим к написанию кода. Первое, что необходимо сделать, это найти папочку MAMP. Внутри нее нам необходимо найти папочку HTDOCS и эту же папку я должен открыть внутри текстового редактора. Я это уже сделал и, соответственно, в этой папке, внутри нее, нам необходимо создавать все нужные файлы для самого сайта. То есть, такие файлы, как index.html и другие подобные файлы, нам необходимо будет создавать именно здесь. Здесь же давайте как раз создадим вот этот первый главный файл. Он будет называться у нас index.html. Вот, соответственно, он здесь был создан. Здесь пропишем всю стандартную структуру. Скажем, что язык разметки у нас русский будет. Дополнительно здесь напишем форма регистрации. Скопируем это все. И также здесь укажем просто H1 и в него тоже поместим форма регистрации. Теперь сохраняем это все. Заходим на страничку на сервере, на локальном сервере. И мы можем заметить, что после перезагрузки здесь теперь отображается форма регистрации. Сразу же к страничке давайте мы подключим с вами Bootstrap. Для этого нам необходимо перейти на bootstrap.cdn.com, такой вот сайт. И здесь мы просто нажимаем на Complete CSS, на вот этот вот путь. После нажатия он сразу копируется в буфер обмена. И здесь мы прописываем с вами Tag Link и в href вставляем путь к CSS файлу. Все, Bootstrap у нас подключен. Можем перезагрузить страничку и видим, что стили у нас уже автоматически добавляются. И соответственно мы как раз теперь будем же работать с Bootstrap. Давайте добавим сюда несколько интересных стилей. Например, мы создадим div с классом Container. Внутри него у нас будет заголовок h1. В нем же будет еще дополнительно просто самоформочка. Также скажем, что отступ сверху будет mt4. То есть, например, там небольшой такой отступ. И здесь же снизу сейчас создадим форму регистрации. Для этого нам необходимо с вами прописать такой тег как form. Здесь внутри него мы можем прописать, конечно же, класс, но он нам по факту не нужен. Action давайте мы чуточку позже напишем и метод передачи данных пускай будет post. С этим всем чуть-чуть позже познакомимся. Здесь мы просто с вами напишем, что мы создаем input type text. Пускай это будет действительно текст. Дальше у него будет класс, это form-control. И дополнительно здесь мы создадим еще с вами, что у него name будет login. То есть, как бы предназначение этого поля это login. А также ID этого поля пускай тоже будет login. Ну и дополнительно, да, еще placeholder здесь добавим. Просто пускай будет здесь написано, что введите login. Также здесь мы давайте с вами создадим еще одно поле. Это пускай будет имя уже пользователя. То есть, это форма регистрации. Соответственно, мы можем получить не только логин и пароль. Мы можем получить еще и имя пользователя, еще какие-то данные. Ну и, соответственно, это все мы вставим в базу данных. Вот. Здесь мы будем с вами получать имя. Я чуть неправильно это написал. В type мы, конечно же, текст пишем, да. В name мы пишем name. В ID мы пишем name. Класс оставляем такой же. И здесь напишем просто введите имя. Ну, конечно, дополнительно здесь можно дату рождения, еще что-то, еще что-то получить. Но давайте это уже особо не будем все получать. Просто получим еще дополнительно пароль. Соответственно, type password. Здесь пускай имя будет как pass. ID тоже pass. Здесь введите пароль. И последнее, что необходимо прописать, это некая кнопка, у которой будет класс button. Button success. Используем различные bootstrap стили, чтобы форма выглядела красиво, при этом, чтобы мы не особо заморачивались в плане написания стилей. Здесь напишем, давайте зарегистрировать. Вот, например, так. Сохраняем это все, обновляем. И вот так выглядит наша форма. В принципе, неплохо. Единственное, я бы добавил отступы, чтобы оно действительно у нас все уже красиво выглядело. Вот, к примеру, так. И тогда формочка теперь уж точно хорошо выглядит. Единственное, что мы можем сделать, это все-таки еще немножечко стилей добавить. Давайте это быстро пропишем с вами. Для этого создадим новую папку. Назовем ее CSS. Внутри нее мы добавим новый файл, это style.css. Здесь мы пропишем, что мы обращаемся к тегу форм и говорим, что его ширина, пускай, будет максимум 500 пикселей. Здесь же теперь нам необходимо просто подключить этот тег, вернее, этот стиль. Соответственно, мы заходим в папку CSS и там выбираем файл, который называется style.css. После этого наша формочка теперь занимает 500 пикселей по ширине. Как раз то, что нам нужно. Окей. Единственное, кстати, что еще стоит добавить кнопки, это то, что тип этой кнопки, это будет submit. То есть нам необходимо, когда мы будем нажимать на кнопку, чтобы у нас данные отправлялись на сервер. И именно тип кнопки submit нам это обеспечивает. То есть, когда мы будем нажимать на кнопку, у нас будут данные отправляться на сервер, на определенную страничку, посредством метода post. Теперь, всю HTML-разметку, в принципе, мы с вами прописали. Здесь у нас несколько полей, кнопка зарегистрировать и больше нам здесь, по факту, ничего не нужно. Теперь давайте мы с вами пропишем, в принципе, часть, которая связана с базой данных. То есть, давайте создадим базу данных, непосредственно создадим все необходимые таблички. И дальше при помощи PHP уже будем добавлять пользователя в базу данных. Ну и потом мы будем его оттуда вытягивать и проверять, может ли он быть зарегистрирован и авторизован. Итак, заходим в phpMyAdmin. Здесь, как видите, у меня сбоку представлены различные базы данных, которые я уже раньше создавал. Давайте создадим новую базу данных. Для этого просто нажимаем создать BD. Здесь мы называем, как наша база данных будет называться. Например, это будет RegisterBD. Пускай так она у нас будет называться. Нажимаем создать. Вот она у нас здесь была создана. Внутри нее у нас нет ни одной таблички. Соответственно, нам необходимо создать табличку внутри базы данных. И внутрь этой таблички мы как раз и будем уже помещать значения, то есть конкретных пользователей. Для создания таблицы нам необходимо указать ее название. Например, в моем случае это пускай будет табличка Users. Дальше указываем количество столбцов. Здесь пускай будет 4 столбца. Это значение мы можем потом изменить. Итак, нажимаем вперед и прежде чем у нас создастся табличка, нам необходимо описать эту таблицу. Смотрите, в эту таблицу мы будем помещать пользователей. И каждый пользователь, он будет обладать такими полями, как идентификатор. То есть это конкретное число, присвоенное конкретному пользователю. У нас в одной табличке не смогут быть два пользователя, у которых идентификатор будет один и тот же. Соответственно, благодаря идентификатору мы просто сможем с вами отделять каждого пользователя, как отдельного пользователя. Дальше. Первое поле это идентификатор. Второе поле это логин. Третье поле это пароль. И четвертое поле это имя. Все эти поля я не просто придумал из головы, я их взял из нашей формочки. То есть, как видите, здесь мы с вами получаем это логин, имя, а также пароль. То есть это три поля. И четвертое поле это уже поле идентификатора, оно обычно всегда добавляется в табличку, для того, чтобы мы могли просто сделать каждую запись уникальной. Соответственно, давайте эти четыре поля здесь опишем. Первое поле это ID, ну то есть уникальный идентификатор. Второе поле это логин. Третье поле это пускай будет пароль. И четвертое поле это имя. Соответственно, как я говорил, последовательность не может здесь быть абсолютно любой. Названия также могут быть здесь абсолютно любыми, я, например, это так написал. Дальше необходимо прописать тип для каждого из полей. В нашем случае, идентификатор это конкретное число, поэтому тип я здесь оставляю как интеджер, то есть это число. Дальше указываем максимальную длину этого числа. Например, это число, оно может быть с 11 символами. Соответственно, это какое-то гигантское число, и нам этого числа всегда будет хватать. Дальше. По умолчанию значения никакого не будет внутри этого поля. Сравнение нам добавлять не надо, потому что это число, и, соответственно, кодировку, то бишь сравнение, здесь указывать не надо. Атрибут я могу здесь указать unsigned. Это сделать то, что числа, они будут у нас без знака минус. То есть у нас будет число 1, 2, 3, 4, это будут приемлемые числа. А, например, минус 1, минус 2, это уже будут числа, которые нельзя будет записать внутри этого поля. То есть unsigned делает то, что мы можем записывать только позитивные числа. Дальше мы можем указать, что сюда можно записать пустое значение. Для этого надо поставить просто галочку. Я не хочу, чтобы в это поле можно было записывать пустые значения, поэтому я сюда галочку не буду ставить. Вот, индекс мы устанавливаем с вами как unique, то есть это уникальное, сюда можно будет записать лишь уникальное некое значение. Также необходимо здесь просто прописать, с каким полем мы работаем, то есть это поле id, нажимаем вперед. Вот, таким образом я не смогу создать двух пользователей, ну то есть я не смогу создать две записи, у которых будет одинаковый идентификатор, потому что я здесь установил индекс как unique. Также установим автоинкремент, это нам необходимо, чтобы это число каждый раз увеличивалось на единицу, когда мы будем добавлять новую запись в табличку. То есть, например, добавляем первого пользователя, и у него идентификатор единица. Добавляем второго пользователя, и у него идентификатор уже два. И так дальше. И это значение увеличивается автоматически. Поэтому мы здесь и поставили автоинкремент, чтобы оно у нас увеличивалось, это значение автоматически. Далее, логин. Логин это у нас должен уже быть не число, это должна быть некая строка, поэтому выбираем варчар. Устанавливаем ее длину, ну пускай, например, логин максимум будет 100 символов. Дальше по умолчанию значения тоже никакого не будет, и все, что необходимо сделать, это установить кодировку. Она называется utf8generalc, соответственно, ее сюда и устанавливаем. Остальные все параметры нам уже не важны, если мы работаем с текстом. Дальше. Пароль это, в принципе, тоже текст, поэтому устанавливаем варчар. Здесь мы для пароля будем использовать такую форму безопасности, как функцию md5. Она позволит нам захешировать пароль, чтобы у нас не просто отображался, например, в базе данных конкретный пароль, например, password123, а чтобы этот пароль, из него создавался некий хешированный пароль, то есть некий код. И дальше этот код будет храниться у нас уже здесь в базе данных. Так вот, этот код, который мы будем создавать с вами, этот хеш, он всегда длиной 32 символа, поэтому здесь как раз давайте запишем именно значение 32. Сравнение здесь тоже необходимо прописать, поэтому прописываем utf8generalc, ну и все остальные параметры уже не прописываем. Для name мы прописываем абсолютно то же самое, это тоже у нас будет текст, значение, ну то есть максимальная длина имени, пускай будет 50 символов, и здесь мы дополнительно еще прописываем с вами, что тоже у него кодировка utf8generalc. Последнее, что необходимо сделать, прежде чем создать табличку, это указать кодировку, ну или же сравнение для всей таблички в целом. Здесь мы тоже указываем с вами utf8generalc, и тип таблицы нам необходимо установить как myisam. Естественно, я это сделал, теперь нажимаем сохранить, и сейчас у нас будет создана табличка. Как видите, вот она у нас создана, вот у нас есть база данных, внутри нее находится теперь одна табличка. В этой табличке у нас есть вот такая вот структура, то есть это 4 поля, это id, логин, пароль, а также имя. И теперь внутрь этой таблички мы можем помещать с вами какие-либо записи. Теперь вернемся к коду. Первое, что нам необходимо здесь прописать, это файл, который будет обрабатывать все данные, полученные из этой формочки. Такой файл записывается внутри атрибута action, непосредственно вот здесь. Давайте мы назовем такой файл как check.php. Пока у нас такого файла нет, но сейчас мы его с вами создадим. Итак, создаем новый файл, называем его как check.php, и внутри этого файла будет находиться исключительно php код, поэтому мы открываем просто php, потом закрываем php, и здесь же мы будем прописывать изначально получение данных из формы. Чтобы получить данные из формы, мы можем использовать либо глобальный массив get, либо глобальный массив post. Это зависит от того, каким образом вы передаете данные из формы. В моем случае я использую метод передачи данных как post. Если я здесь напишу метод передачи данных как get, то в таком случае я здесь буду принимать в файлике php, я буду принимать данные при помощи глобального массива get. Я же хочу все-таки передавать данные при помощи метода post. Обычно формочки передают данные именно при помощи метода post, поэтому вы тоже его здесь лучше пропишите. И, соответственно, поскольку я так прописал, то я здесь должен именно использовать глобальный массив post. Дальше, чтобы взять какое-либо значение из какого-либо конкретного поля, мне необходимо просто прописать глобальный массив пост, дальше указать квадратные скобки и дальше указать имя того поля, с которого я беру данные. В моем случае я прописал логин, то есть я беру данные из того поля, у которого атрибут name равен тому значению, что я прописал здесь. В моем случае логин, поэтому именно данные из этого поля я как раз беру в этом файлике. Теперь давайте эти все данные мы поместим в некую переменную, например, в переменную логин. И первое, что мы с вами сейчас сделаем, это давайте убедимся в том, что у нас все работает. Соответственно, я просто выведу значение логина. Итак, вот у меня есть формочка, здесь я уже кое-какие данные ввел, просто нажимаем зарегистрироваться, и мы замечаем, что мы перешли на страничку check.php, на которой просто отображаются коди. Это именно то значение, которое я ввел в поле с логином. Окей, у нас все работает, теперь давайте выполним проверку вообще значений, которые передаются у нас от пользователя. Чтобы выполнить проверку, нам необходимо прописать несколько функций. То есть, смотрите, в переменную логин мы будем с вами помещать следующее. Мы используем с вами функцию filter.var. Она позволяет нам отфильтровать определенное значение, в нашем случае это вот это вот значение. Отфильтровать это значение, удалить из него различные HTML символы, а также различные символы, которые лучше не добавлять в базу данных. Соответственно, filter.var, оно принимает первым параметром, оно принимает ту строку, которую необходимо отфильтровать, а вторым параметром оно принимает как бы тип фильтрации. В моем случае это filter.sanitize.string. То есть, мы ее фильтруем как самую обычную строку. Дальше, здесь для самой строки я тоже применил функцию, функция называется trim. И эта функция, она позволяет нам просто удалить лишние пробелы из какой-либо строки. Соответственно, мы берем с вами post, post-login, получаем с вами логин, который ввел пользователь в формочки. Дальше мы удаляем из него все ненужные пробелы. И дальше мы удаляем из него различные HTML символы, различные символы, которые не стоит добавлять в базу данных и так далее. Окей, то же самое нам по сути необходимо с вами скопировать для еще дополнительно двух полей. Соответственно, это поле password, а также поле name. Здесь давайте мы пропишем с вами, что это будет у нас переменная name. И в переменную name мы будем устанавливать значение, которое мы получаем из поля, у которого атрибут name равен name, то есть по факту из этого поля. И для последнего поля мы с вами указываем, что эта перемена пускай будет называться password, ну просто pass. И для нее мы берем данные, полученные из поля, у которого name равно pass, ну то бишь из вот этого вот поля. Все данные мы теперь с вами получили, и теперь мы можем произвести некоторые проверки. Мы записываем условный оператор, и здесь прописываем следующее. Если длина переменной login будет меньше, чем 5, или же длина этой же переменной будет больше, чем, например, пускай 90 символов, то в таком случае мы давайте с вами будем писать некую ошибку, а также будем выходить из файла. Для этого я буду использовать функцию exit. Здесь ошибка у нас будет следующая. Длина логина недопустимая. Ну или даже, это не логично, как это написано, давайте напишем так, недопустимая длина логина. Вот так более осмысленно. Теперь давайте попробуем. Мы у нас видим, что сейчас 4 лишь символа, то есть это меньше, нежели в нашей проверке. Нажимаем зарегистрироваться, и мы видим, что у нас пишется ошибка недопустимая длина логина. То бишь, теперь, если длина логина будет меньше, чем 5 символов, или же больше, чем 90 символов, то у нас будет выдаваться ошибка. Также дополнительно давайте пропишем еще несколько ошибок. Это else if. Здесь я уже буду проверять длину поля name. Здесь, например, если будет меньше, чем 3 символа, или же больше, чем, например, 50 символов, вот, то мы будем говорить о том, что недопустимая длина имени, вот, и дополнительно еще третья у нас будет проверка. Это проверка на переменную password, естественно, вот так вот. Здесь я скажу, что если у нас меньше, чем, например, 2 символа, или же больше, чем, например, 6 символов, то я скажу недопустимая длина пароля, и здесь скажу от 2 до 6 символов. То есть, вот такие вот проверки я здесь сделал, если у нас будет вызываться какая-то ошибка, у нас она будет выводиться на экран, и плюс у нас будет вызываться функция exit, а это означает то, что весь код, что находится дальше, у нас не будет работать. Соответственно, если у нас никаких ошибок не было, у нас не была вызвана функция exit, а значит, тот код, который я вот здесь чуть ниже пропишу, он у нас будет работать, и он у нас как раз будет отвечать за то, что мы пользователя будем добавлять в базу данных. При работе с базами данных, первое, что вам необходимо сделать, это выполнить подключение к базе данных. Соответственно, давайте создадим с вами некую переменную, и внутрь нее мы поместим следующее. Мы используем такой класс, как MySQL Improved, и здесь он принимает 4 параметра. Соответственно, первый параметр это хост, второй параметр это имя пользователя, третий параметр это пароль, и четвертый параметр это имя базы данных. И на основе этого класса MySQL Improved, а, и в конце это означает Improved, то есть улучшенная версия, на основе этого класса мы как раз можем подключаться к базе данных. Итак, где теперь взять все вот эти вот значения? Четвертое значение, название базы данных самое простое, давайте начнем с него. Нам необходимо просто взять название базы данных, к которой мы хотим подключиться, в моем случае это база данных Register BD. Причем, видите, я немножко неправильно ее назвал, давайте мы нажмем на эту базу данных, нажмем на операции, и здесь мы создадим переименование базы данных, то есть это будет у нас теперь Register BD, потому что я написал BG, это не совсем корректно, давайте нажмем вперед, ОК, и вот наша база данных теперь имеет другое название. Теперь же здесь мы просто это же название вставляем, то есть это Register BD, вот, и вот эти три параметра, когда вы работаете с локальным сервером, то эти три параметра, они обычно выдаются вам локальным, ну, самой программкой, локальным этим провайдером. Вот, в моем случае вот здесь на страничке с презентацией, здесь есть данные для MySQL, вот они, хост, имя пользователя, а также сам пароль. Соответственно, именно эти данные я как раз и буду использовать. Если вы работаете с программкой MAMP, то у вас наверняка тоже такие же данные. Соответственно, я копирую localhost, вставляю сюда, дальше я копирую имя пользователя, это root, и также я копирую пароль и тоже вставляю сюда, это вот просто тоже root. Теперь я выполнил подключение к базе данных, для этого мне потребовалась лишь одна строчка кода, и теперь я могу поместить данные в табличку, которая находится внутри базы данных. Для этого я обращаюсь к переменной MySQL, дальше через нее я обращаюсь к функции, которая называется query, этой функции принимает некий SQL-запрос, например, запрос, в котором говорится, что необходимо вставить определенные значения внутрь такой-то таблички в такую-то базу данных. Здесь мы будем использовать стандартный язык SQL, это язык запросов в базе данных, если вы его не знаете, то на канале у меня есть полный видеокурс по этому языку, соответственно, можете его посмотреть. Здесь же я пропишу простую команду, это insert into, опять-таки, это я все пишу на языке SQL, то есть вот эта вот команда, это уже на языке SQL, до этого мы писали все на PHP, а конкретно саму команду, сами команды, они уже прописываются на языке SQL. Так вот, смотрите, здесь я прописываю insert into, то есть установить в, дальше говорю в какую табличку, в моем случае это табличка, которая называется users, мы ее с вами создавали, дальше мы должны указать, с какими полями мы с вами работаем, это такие поля, как id, далее login, далее pass и дальше name, то есть это все те поля, что у нас находятся внутри таблички users, если вот мы ее сейчас откроем в свою структуру, то вот они, id, login, pass, name, именно эти названия, вот прям один в один, именно эти названия я как раз здесь и использую. При этом поле id нам не нужно устанавливать вручную, просто потому что это автоинкремент, и это поле, оно устанавливается автоматически, добавляется первая запись, и туда устанавливается число единица, добавляется вторая, и устанавливается число два, и так дальше. Соответственно, нам не надо устанавливать это поле вручную. После того, как мы сказали, с какими полями мы работаем, то есть login, parol и name, дальше нам необходимо сказать, какие значения мы в них помещаем. Для этого мы используем values, и здесь просто указываем тоже три параметра, то есть это будет первый, второй и третий параметр, и первый параметр это, например, первый параметр это в нашем случае переменная login, и именно эта переменная, она будет установлена в поле login, которое находится внутри вот этой вот таблички. Второе значение это у нас password, и третье значение это у нас name. В принципе, больше нам здесь даже ничего особо не надо прописывать, но единственное, что нам уж точно стоит прописать, всегда стоит прописывать при работе с базами данных, это то, что если мы открыли соединение с базой данных, то мы его должны закрыть. Закрывается соединение после того, как мы выполнили все необходимые манипуляции, То есть вот здесь я открыл, здесь я выполнил все манипуляции, и здесь мне необходимо это все закрыть. Для закрытия я использую переменную MySQL, и дальше я использую функцию, которая называется Close, то бишь закрыть. Теперь давайте протестируем, вводим 123123, нажимаем зарегистрировать, у нас здесь не выдаются никакие ошибки, просто пустая страничка. И если мы зайдем в базу данных, то мы сможем заметить, что у нас на самом-то деле ничего не было добавлено. Я сделал это специально, чтобы вы смогли на примере убедиться в том, что для вот таких вот SQL-запросов очень важны кавычки, различные кавычки. Во-первых, например, здесь необходимо ставить всегда двойные кавычки, это первое. Во-вторых, для различных табличек нам необходимо указывать такие вот кавычки под наклоном. Для, например, полей нам необходимо тоже указывать вот такие наклонные кавычки, это обязательно. И здесь для конкретных полей нам тоже необходимо ставить кавычки, просто уже одинарные, вот в таком вот формате. Тогда у нас все будет корректно обрабатываться, и такой SQL-запрос должен у нас привести к какому-либо действию. Сохраняем это все, опять-таки заходим на формочку, здесь опять вводим 123123, нажимаем зарегистрировать, ошибок не было выдано, нажимаем обзор, и теперь мы можем заметить, что действительно в нашей табличке теперь одна есть новая запись. Эта запись имеет идентификатор 1, у нее есть логин, это тот логин, который я вводил в формочку, есть пароль, который я тоже вводил, и есть имя, который тоже я вводил в форму. Теперь что нам необходимо сделать? Во-первых, нам необходимо с этой странички выполнить переадресацию обратно на страницу с формой, это делается очень просто, давайте это мы чуть ниже здесь пропишем. Для этого используется header, дальше здесь, ну то есть мы используем такую функцию как header, это заголовок, то есть мы отсылаем некий заголовок, и здесь мы просто указываем location и указываем на какую страничку мы переходим. Чтобы перейти на главную страничку, можем просто установить слэш. Дальше можем еще здесь прописать exit, но поскольку это и так уже конец странички, то в принципе эту функцию уже здесь можем не прописывать. Давайте попробуем с вами еще раз вписать все данные, например, опять-таки 1, 2, 3, 1, 2, 3, здесь уже укажем не коди, например, а сам value, пускай такой будет у него логин, вот, нажимаем зарегистрировать, и мы замечаем, что как будто у нас страничка просто перезагрузилась, по факту мы перешли на check.php, и оттуда мы переадресовались обратно на главную. Теперь, если мы зайдем в обзор, мы замечаем, что у нас теперь есть здесь два пользователя, что, конечно же, очень-очень хорошо. Теперь, чтобы наша формочка регистрации уже была некой завершенной, нам необходимо для поля password добавить кеширование, потому что пока пароль, вот как я прописал в формочке, так он здесь и у нас устанавливается. Это не особо хорошо, соответственно, необходимо его закешировать. Чтобы это сделать, мы давайте вот здесь, перед SQL-запросом, мы давайте просто возьмем нашу переменную pass и как бы ее перепишем. То есть мы можем и новую создать переменную, но давайте просто перепишем старую. Старую переменную мы запишем следующее. Во-первых, я обращаюсь к такой функции, как md5. Она создает нам хэш из какой-либо строки. В нашем случае мы создаем хэш из строки pass. В принципе, больше можно ничего не прописывать, и у нас просто, ну как бы, вот этот наш пароль, он уже будет состоять из некого определенного хэша. Но обычно здесь еще кое-что дописывают. Здесь дописывают так называемую соль. То есть это некая дополнительная строка, которая просто добавляется к паролю пользователя и является из себя некую дополнительную соль. Ну то есть усложнение для пароля. В принципе, здесь можно прописать абсолютно любые символы. Главное, пропишите их на латинице. Вот, также можно здесь цифры еще тоже прописать. И это просто будет солью. Например, я вот такую вот билиберду напишу. Вам не надо переписывать то, что я здесь написал. Просто любые свои символы впишите. Это необходимо, чтобы сделать какую-то большую строку из пароля. Ну то есть, например, пароль у нас коди, плюс к паролю мы добавляем еще какую-либо дополнительную строку. Дальше мы это все кешируем и получаем пароль, который вообще никто не сможет разгадать. Что, конечно, очень классно. И, в принципе, больше ничего прописывать здесь не надо, потому что эту же переменную паз мы добавляем в базу данных. А, соответственно, давайте сейчас с вами попробуем это все. Итак, например, мы создадим некого админа. Имя у него пускай будет админ, пароль у него пускай будет как, ну, к примеру, как 123123, тот же самый пароль. Нажимаем зарегистрировать. И теперь в базе данных мы сможем с вами заметить, что вот такой вот огромный кэш у нас с вами получился. Кэш, вернее. Вот. И потом мы сможем проверять на этот хэш. И если пользователь введет правильный пароль, и этот пароль будет в хэше совпадать с этим хэшем, то тогда мы сможем его авторизовать. Ну, как раз сейчас давайте это с вами посмотрим, как это можно сделать. Итак, переходим обратно на индекс HTML. Здесь давайте я сделаю вот что. Я вырежу на пару минут эту формочку. Вот. И здесь просто добавлю кое-какие классы. Во-первых, я добавлю здесь класс row, который сделает нам один определенный ряд. И я хочу сделать, чтобы у нас в одном ряду было как бы две колонки. В одной колонке форма регистрации, в другой форма авторизации. Соответственно, здесь создаем div с классом call. Это первая наша колонка. Внутрь этой колонки вставляем форму регистрации. И внутрь второй колонки, поэтому я скопирую весь этот блок, мы добавим форму авторизации. Вот так она прописывается. Здесь, соответственно, файл, который все это будет обрабатывать, это пускай будет aus.php, чуть позже его создадим. Здесь нам уже не надо, чтобы пользователь вводил имя. Нам необходимо, чтобы он только вводил логин, а также вводил пароль. Ну и здесь напишем просто авторизоваться. Вот такая вот у нас будет формочка. Обновляем. И вот у нас есть форма регистрации и есть форма авторизации. Теперь давайте создадим весь функционал для этой формы. Для начала нам необходимо создать файл aus.php. Вообще все файлы лучше, ну, например, php наши файлы, вот в данном случае, хранить лучше их в отдельной папке. Соответственно, давайте мы создадим некую папку, она будет называться php. Вот, и внутрь нее мы, ну, даже, вернее, я неправильно назвал эту папку. Давайте мы ее переименуем. Мы назовем ее как validation. Validation form. Вот так она, пускай, у нас будет называться. И внутрь этой папки мы поместили чек php, А также дополнительно давайте создадим файл aus.php и тоже поместим его внутрь этой папки. Вот у нас они здесь находятся. В aus.php сразу откроем здесь php. Но прежде чем мы здесь будем дописывать, давайте немножко наш html поменяем. То есть теперь у нас вот этот файл, он находится в папке validation.form. Соответственно, мы сначала в нее заходим и там ищем чек php. А этот файл у нас тоже там находится, поэтому мы прописываем validation.form и там ищем aus.php. Окей, теперь переходим в aus.php и здесь нам потребуется сделать вот что. Нам потребуется, в принципе, взять данные из формочки. Соответственно, я могу прописать то же самое. Вот единственное, name нам уже не надо, поэтому я его удаляю. То есть мы берем с вами логин и пароль. Дальше мы можем тоже произвести некие проверки, то есть там, например, на длину или же на что-то прочее. Но я не предлагаю это делать, потому что мы с вами лучше попробуем взять пользователя из баз данных. Если такого пользователя не будет, то есть по тем данным, что ввел пользователь, такого пользователя не будет найдено, то мы тогда будем уже выдавать какую-то ошибку. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо работать с базой данных. А это означает то, что нам необходимо с вами скопировать вот эти вот строчки кода. Да даже вот эту, в принципе, тоже нам строчку кода надо, потому что переадресацию мы тоже делать будем. Соответственно, это все копируем и вставляем сюда. Здесь мы, во-первых, тоже создаем хэш из пароля, который получаем от пользователя. То есть, например, если я раньше ввел 1, 2, 3 для регистрации, то у меня был создан вот такой вот хэш. И, соответственно, при авторизации, если я опять-таки буду вводить здесь просто 1, 2, 3, у меня будет, в принципе, создаваться точно такой же хэш. И вот мы тогда сравниваем оба этих хэша. Вот так это работает. То есть мы сравниваем не просто пароли, не просто их значения, например, там 1, 2, 3 и равно ли оно тому, что ведет пользователь, да, там формочку. Мы сравниваем именно хэши. То есть хэш при регистрации и хэш при авторизации. Теперь же мы получили с вами хэш, это пускай пока оставим. Дальше мы подключаемся к базе данных, тут все точно то же самое. Дальше мы должны будем с вами произвести некие манипуляции для выборки данных. Дальше нам необходимо будет закрыть базу данных, ну и выполнить переадресацию. Соответственно, давайте мы здесь с вами выполним именно получение данных из базы данных. И если не будет найдено пользователя, то, соответственно, выдадим ошибку. Если будет, то авторизуем пользователя. Изначально давайте создадим новую переменную. Например, она будет называться result. Внутрь нее мы помещаем следующее. Это mySQL. Дальше выполняем некий query, то есть запрос. И здесь мы опять-таки указываем SQL команду. В нашем случае SQL команда будет звучать следующим образом. Мы выбираем все, то есть звездочка это говорит, что мы выбираем все, из таблички, которая называется users. И дальше мы должны сказать, по каким критериям мы выбираем. То есть мы еще указываем с вами where, оператор where, который позволяет нам выбрать определенные данные по каким-либо критериям. И мы говорим, что выбираем все данные из таблички user, где login, опять-таки давайте вот так пропишем, где login равен у нас переменной login и дополнительно пароль, password, наше вот это вот поле, равно переменной pass. То есть мы найдем лишь того пользователя, мы должны найти лишь того пользователя, у которого получается login равен тому, что ввел пользователь вот сюда, в формочку с данными про login. И пароль у этого же пользователя тоже должен быть равен тому паролю, что ввел пользователь сюда в форму. Ну причем мы проверяем опять-таки не просто пароль, а именно хэш пароля. Теперь же смотрите, благодаря вот этой вот конструкции мы с вами получим все релевантные, то есть все соответствующие записи из базы данных, но при этом все эти записи, они у нас будут в формате объекта. И с объектом нам не так удобно работать, как с массивом. Соответственно нам предстоит сделать вот что. Нам необходимо выбрать все данные, но как массив. Соответственно создаем новую переменную user. В нее мы поместим следующее, это result, и дальше для нее мы используем такую функцию, которая называется fetch assoc. Данная функция позволит нам все эти данные, что мы получили из базы данных, сконвертировать в привычный для нас массив. И соответственно с массивом мы можем работать очень просто. Мы можем для массива вызвать такую функцию как count и посчитать количество элементов внутри массива. То есть смотрите, если наш массив будет состоять из нуля объектов, то есть например если длина массива равна нулю, то есть в нем нет никаких объектов, то мы говорим о том, что такого пользователя не было найдено. Поэтому давайте это и выведем. То есть мы выведем такую ошибку для пользователя. Единственное откроем здесь фигурные скобки. Напишем, что такой пользователь не найден. То есть он не найден только в том случае, если длина массива равна нулю. Также здесь дополнительно пропишем exit, чтобы дальше весь наш код не выполнялся. Иначе, если мы, ну хотя можно даже не иначе, а просто продолжить дальше код, в принципе это будет одинаково. Вот так вот, давайте просто продолжим код. То есть если пользователь был не найден, у нас выведется ошибка, код полностью, обработка этого файла полностью остановится. Если же он был найден, то вот это все будет проигнорировано. И соответственно мы можем просто его авторизовать. Для авторизации мы будем использовать с вами функцию setCookie. Но прежде чем мы ее будем использовать, давайте мы с вами просто выведем все те данные, что мы получим как бы с базы данных. Соответственно давайте напишем здесь такую функцию как printR. это функция чисто, которая служит для разработки. И она позволяет вывести какой-то массив, объект или что угодно просто на экран. Соответственно давайте мы выведем с вами здесь массив user. Также мы установим здесь exit, это нам необходимо только для того, чтобы у нас пока не происходила переадресация. Потом мы вообще это все удалим и у нас будет все корректно. Так вот давайте попробуем здесь авторизоваться. Итак, пишем admin, пишем 123123, авторизоваться. И у нас что-то... А, конечно у нас ничего не сработало, просто потому что у нас... Ну, я не сохранил этот файл, поэтому у нас не сработало. Итак, еще раз admin, 123123, авторизоваться. И вот мы с вами можем заметить, что у нас вывелся вот такой вот массивчик. И соответственно я хочу... Вот после того, как у нас был найден пользователь, я хочу его авторизовать. Авторизация у нас будет происходить при помощи установки просто cookie. И вот в значение cookie я хочу установить имя пользователя. Соответственно я буду брать элемент массива по ключу name. Именно для того, чтобы просто продемонстрировать вам, какой у нас получается массив, то для этого я использовал просто вот этот вот printer. Теперь мы это можем удалить. Это было чисто в целях демонстрации. Здесь все, что я хочу использовать, это использовать такую функцию, которая называется setCookie. Она установит для нас cookie. Первым параметром здесь я должен указать название для самой cookie. Она пускай будет называться как user. Дальше я должен дать ей какое-то определенное значение. В моем случае это будет user. И дальше я в нее устанавливаю значение элемента name. То есть по факту я беру вот этот вот элемент, и вот это значение будет установлено внутри этой cookie. Дальше мне необходимо указать период жизни самой cookie. Для этого используется функция time, и дальше вы как бы добавляете количество секунд. То есть, например, если вы хотите, чтобы ваша cookie жила, например, всего лишь 60 секунд, то, соответственно, устанавливаете 60 здесь секунд. Я, например, давайте установлю, что она у нас будет жить целый час, то бишь 3600 это как раз, ну 3600 секунд это целый час. Вот. Если вам необходимо, чтобы она жила день, то еще умножайте это, например, на 24. Соответственно, в сутках у нас 24 часа. Соответственно, 1 час умножаем на 24, получаем 1 сутки. И если вам необходимо, чтобы она, например, жила неделю или месяц, то это еще можно умножить на 30. В таком случае мы как бы 1 день умножаем на 30, получаем 30 дней. Ну и как бы вот эта cookie будет жить 30 дней. Я установлю, чтобы она просто жила лишь 1 час, и больше дополнительно здесь прописывать ничего не буду. И еще один параметр, который я установлю, это я установлю, где действует наша cookie. Она будет действовать на абсолютно всех страничках сайта. И чтобы указать, что она действует на абсолютно всех страничках сайта, я просто должен, вот, получается, четвертым параметром установить вот такой вот слэш. Все. В общем-то, больше здесь ничего делать не надо. И, в принципе, я думаю, можно даже уже попробовать весь функционал. Давайте мы обновим нашу страничку. У нас уже есть зарегистрированные пользователи, поэтому давайте просто выполним вход. Итак, для начала вписываем admin и пишем, например, 123. Это неверный пароль, поэтому у нас не должна быть авторизация. Как видите, у нас написано, что такой пользователь не найдет. Возвращаемся обратно и пишем верный теперь пароль 123123. Нажимаем авторизоваться и теперь по факту мы авторизованы, хотя этого еще сейчас не видим. Но на самом-то деле мы уже действительно авторизованы. То есть мы изначально зарегистрировались, теперь авторизовались. И теперь давайте, если мы будем авторизованы, то мы не будем выводить вот эти вот формочки, а просто будем писать там, например, привет и дальше его имя, а также будем выводить кнопку с выходом. Чтобы это реализовать, нам необходимо, во-первых, наш index.html, нам необходимо из него сделать теперь не просто html страничку, а php страничку, потому что здесь я буду использовать теперь код php. Соответственно, давайте нажмем на него правой кнопкой мыши, нажмем rename и сделаем, чтобы это был php файл. То есть index.php. По факту ничего не поменялось, но теперь я здесь могу использовать просто php код. Здесь мы с вами пропишем следующее. Когда у нас, получается, не установлена куки, которая называется user, когда она не установлена, то мы будем выводить вот эти вот две формочки. Вот, давайте как-то их здесь выделим. По-моему, вот это вот так. Если у нас будет установлена куки, то, соответственно, просто будем вводить текст. Соответственно, здесь необходимо прописать просто php код. Итак, открываем php код и пишем здесь следующее. Прописываем условие. Если у нас установлена куки, для проверки куки мы используем глобальный массив куки. Если у нас установлена куки, которая называется user, то есть давайте мы проверим, если ее значение не равно, ну или давайте так, если ее значение равно пустоте, вот, то есть если значение куки равно пустоте, то бишь еще пользователь не авторизован, то в таком случае мы выводим вот эти вот две формочки. Чтобы их вывести, я просто поставлю здесь двоеточие. Вот. И таким образом, что когда эта проверка будет верной, у нас будет выводиться полностью весь этот html код, здесь просто наше условие необходимо закрыть. Для этого я ставлю здесь and if. Таким образом я закрываю само условие. То есть здесь я открыл условие, здесь же я закрыл условие. Например, если я сейчас это сохраню и обновлю страничку, то мы замечаем, что у нас формочки не выводятся. Они не выводятся по той причине, потому что у нас установлено куки. Оно не равно пустой строке, а соответственно формочки выводятся лишь тогда, когда у нас куки равно пустой строке. Теперь же нам необходимо еще вывести просто некий дополнительный текст. Для этого мы вот здесь перед and if указываем оператор else и тоже ставим двоеточие. То бишь, что мы сейчас реализовали? Мы реализовали то, что если у нас куки пустой, то выводится полностью весь этот html код. Если же куки не пустой, то бишь else, то будет выведено следующее. Здесь, например, у нас будет абзац некий. И, например, мы напишем привет. И дальше давайте мы выведем значение куки. Для этого мы просто здесь подпишем куки и user. Для быстрого вывода какого-либо PHP кода можно использовать вот такую вот конструкцию. То есть мы прописываем здесь угловую скобку, знак вопроса, потом равно, и выводим какую-то определенную переменную. В моем случае я вывожу просто значение куки. Значение куки user. В нашем случае это будет, например, имя admin. Дальше давайте здесь поставим точку и дополнительно нажмем, чтобы выйти. Нажмите здесь. И вот это здесь мы давайте обрамим некую ссылку. Итак, а почему-то оно у нас, к сожалению, не переводится в ссылку. Ну да ладно, давайте тогда с нуля ее напишем. А, href. Ссылка у нас будет вести на такую страничку, как exit.php. Здесь укажем текст, как здесь. Ну и, соответственно, все. Сохраняем это все. Обновляем страничку. И вот у нас пишется привет админ. Чтобы выйти, нажмите здесь. И теперь все, что нам осталось сделать, это реализовать выход. Соответственно, давайте мы создадим новый файл. Назовем его как exit.php. Вот. И здесь открываем PHP. И здесь на самом-то деле у нас будет ну все, ну очень просто. Все, что нам необходимо сделать, это взять вот эту функцию set cookie. Прям ее точно копируем. Вставляем ее здесь. И вместо того, что мы здесь добавляем время к cookie, мы здесь его отнимаем. То есть мы просто пишем, что от time мы отнимаем то же самое количество секунд, что и раньше добавляли. Таким образом cookie у нас она будет как бы вычерпанная. То есть в ней уже не будет времени. И таким образом она сама по себе удалится. Вот. И единственное, что дополнительно здесь еще стоит сделать, это опять-таки выполнить переадресацию на главную страничку. Вот и все. Вот это вот весь файл выхода. Итак, можем обновить. Давайте даже это сделаем. Нажимаем на здесь. И вот мы видим, что мы действительно вышли. Теперь у нас отображаются формы регистрации и авторизации. Давайте зарегистрируем еще какого-либо пользователя. Например, это будет... Логин у него будет редактор. Имя у него будет Василий Петрович. Вот так официально. Пароль у него пускай будет уже, ну, например, QWERTY, допустим. Нажимаем зарегистрировать. Все обработалось. То есть просто обновилась страничка. Теперь давайте попробуем зайти. Прописываем с вами логин для него редактор. А пароль прописываем QWERTY. Соответственно, нажимаем авторизоваться. И мы видим, что пользователь не найден. Видимо, я просто допустил ошибку. Так, редактор. И еще раз давайте я пропишу QWERTY. Да. Теперь все верно. Я просто, видимо, допустил ошибку при вводе. Так вот, смотрите. Теперь мы авторизованы. Формочки у нас не показываются. У нас пишется. Привет, Василий Петрович. Чтобы выйти, нажмите здесь. Нажимаем выйти. И мы действительно опять-таки вышли. Снова же можем здесь зарегистрировать. Ну, авторизоваться вернее. Опять пропишем QWERTY. И снова мы находимся в своей учетной записи. Вот именно вот в таком формате создается система регистрации и авторизации на сайте. Теперь единственное, что давайте посмотрим, как это все можно еще перенести на удаленный хостинг. Потому что здесь мы работали с вами и с базой данных. И работали просто с PHP. И как это все можно перенести. Давайте вот сейчас осмотрим. Как я уже говорил, я буду использовать хостинг Fornex. Я уже здесь зарегистрирован. Соответственно, вы тоже сделаете регистрацию. Ссылка на сам хостинг в описании к этому видео. Я выбрал этот хостинг, потому что здесь низкие цены. И здесь есть полный набор всего функционала, который нам может пригодиться. Кроме того, его выбирают действительно крупные сайты. А также здесь еще есть поддержка различных CMS платформ. Того же WordPress и тому подобных CMS систем. Соответственно, первое, что мы делаем, это регистрируемся на этом сервисе. Просто выполняем регистрацию. Заходим в учетную запись. После этого переходим в личный кабинет, что я уже также сделал. И здесь в личном кабинете нам необходимо выполнить заказ какого-либо хостинга. В принципе, я уже выбрал определенный хостинг, ну, определенный тариф, который я хочу оплатить. Также пополнил счет и сейчас выполню оплату этого счета. Вот. Здесь же мне будет выдан тестовый домен, по которому я как раз и буду работать. Но это чуточку позже. Пока давайте посмотрим, какие здесь есть вообще возможности. Здесь вы можете приобретать как хостинг, так и WPS. То есть это различные, ну, серверы, которые вы можете использовать также для ваших систем. Здесь же вы можете приобретать домены, если это потребуется. Либо же вам будет выдан некий, ну, тестовый домен для вашего хостинга, которыми как раз и воспользуетесь тестовым доменом. И, конечно же, здесь вы можете приобретать просто сам хостинг. Например, давайте перейдем на него через просто главную страничку. И здесь мы можем заметить, что цены и тарифы на хостинг очень и очень дешевые. Например, минимальный хостинг, который содержит один сайт, также он содержит 1 гигабайт памяти. К нему же можно прикрепить базу данных, неограниченное количество подобенов и другие различные вещи. Такой вот тариф стоит всего лишь 1 евро на месяц. Если же платить за год, то вообще 80 евроцентов за месяц. Это очень дешевые цены, поэтому именно этим хостингом рекомендую вам пользоваться в дальнейшем, если вы все-таки решите опубликовать свои сайты. Так вот, давайте теперь от слов к делу и выполним оплату какого-либо определенного хостинга. Я выбрал тариф Economy. Это вот этот вот самый минимальный тариф. И его же мы оплатим. Поэтому нажимаем просто оплатить. И, соответственно, сейчас все сделаем. Оплату здесь можно производить с различных банковских карт, электронных кошельков, либо же просто с биткоина, если такое нужно будет. Я оплачу с баланса, так как пополнил уже ранее, поэтому нажимаю просто баланс и нажимаю оплатить. После чего выполняется оплата. Все произошло. Теперь у меня баланс 4 евро. Ну и, соответственно, сам хостинг теперь оплачен, и я могу им уже пользоваться. После покупки хостинга может потребоваться несколько минут. Это необходимо для того, чтобы сам хостинг выполнил все необходимые настройки и был готов к работе. Соответственно, это у меня уже произошло. Захожу просто в заказы. Здесь перехожу на сам хостинг. И здесь же мы можем управлять полностью всем нашим удаленным сервером. То есть мы можем работать с базами данных, с FTP-подключением. Мы можем работать с доминами, можем работать просто с настройками, с почтой можем работать и так дальше. Давайте первое, что мы с вами сделаем, это мы выполним настройку базы данных. Соответственно, переходим в базы данных. Здесь переходим в phpMyAdmin. Итак, давайте нажмем. И мы сможем заметить, что у нас открывается стандартный phpMyAdmin, то есть это тот же самый интерфейс. И здесь у нас есть уже табличка, вернее даже не табличка, а базы данных, которая была создана по умолчанию. Давайте в нее мы как раз и зайдем. Если необходимо ее переименовать, то заходим в операции и здесь, соответственно, переименовываем ее. Я это пока делать не буду. Я лишь хочу сделать это импорт базы данных, которые мы создавали на локальном сервере. Соответственно, здесь просто нажимаю на импорт. Дальше просто перехожу в phpMyAdmin, который находится на локальном сервере. Здесь выбираю нужную мне базу данных. Нажимаю экспорт. Выбираю метод экспорта быстрый. Формат SQL. Нажимаю вперед. И здесь, в зависимости от программки, иногда у вас файл будет скачиваться, иногда будет просто выдаваться вот такой вот весь код. Ну, в моем случае выдался весь код, поэтому я лучше воспользуюсь не вкладкой импорт, которая служит для выборки какого-либо файла и непосредственно его загрузки в базу данных. Я буду не эту вкладку использовать, я буду вкладку использовать SQL. Она позволяет нам просто вставить некий SQL код, в нашем случае вот он здесь был и выдан, поэтому давайте его здесь весь вставим. И если я такое попробую запустить, у нас могут выдаться ошибки. Как видите, в данный момент у нас не выдалась ошибка, и в то же время, если у вас выдадутся какие-либо ошибки, то просто попробуйте вот эти первые строчки кода их не вставлять при импорте. То есть, вот эти первые строчки вы их просто пропускаете, а все остальное помещаете в SQL. Теперь мы можем с вами заметить, что у нас есть здесь в базе данных, которая вот так вот называется, есть табличка Users. И внутри этой таблички, давайте обновим, а то что-то у нас тут... Ну, ладно, да, обновился, хорошо. И теперь мы можем заметить, что у нас в табличке также есть еще все те значения, которые были ранее на локальном сервере. То есть, если здесь я зайду, то, ну, и в обзор, то здесь будут все те данные, что теперь у нас и здесь. Окей, в принципе, с базой данных мы теперь с вами полностью все сделали. Локальную базу данных можем теперь даже закрыть. Теперь нам необходимо обновить значения для подключения к базе данных. Все эти значения вот здесь у нас были прописаны, в файлике check.php, а также aus.php. Соответственно, давайте их обновим. Единственное, что я не люблю, вот чтобы у нас в нескольких файлах было подключение к базе данных, поэтому я люблю это вынести все в отдельный какой-то файл, то есть подключение вынести в отдельный файл. Давайте мы это тоже с вами сейчас сделаем. То есть, здесь я просто пропишу команду require и укажу, какой файл я буду подключать. Этот файл, он у меня будет находиться в папочке blocks и будет называться connect.php. Вот такой файл я здесь буду подключать. Теперь давайте создадим папку, во-первых, blocks. Упс, вот так вот. Внутри нее создадим файл, который будет называться connect.php. Соответственно, здесь я просто прописываю, ну да, изначально PHP открываю. И дальше я просто прописываю подключение к базе данных через MySQL. И, соответственно, как видите, я вот здесь просто подключаю этот файл. Таким образом, он у меня будет, ну, как будто вот эта вот строчка кода будет здесь находиться. И дополнительно в house.php я делаю точно то же самое. То есть, просто тоже прописываю require blocks connect.php. И благодаря такой записи теперь у меня подключение находится лишь в одном файле. И, соответственно, лишь с одним файлом я буду работать. Я больше люблю такую концепцию, поэтому давайте именно тоже так здесь делаем. Так вот, что нам необходимо прописать? Нам необходимо прописать другой хост, другое имя пользователя, другой пароль, а также другое название для базы данных. Соответственно, название базы данных у нас находится на вкладке базы данных. И вот здесь я просто это название копирую. Ну, дополнительно название вы еще можете посмотреть, конечно же, здесь. Вот оно тут прописано. Но оно по факту то же самое, что и здесь. Теперь, если мы говорим конкретно про Fornex, то все пароли, все логины, они прописаны в личном кабинете в вкладке доступа. Соответственно, сюда я и перехожу. И здесь у нас есть доступ по SSH, доступ по FTP и сервер баз данных MySQL. Вот эти вот данные нам как раз и потребуются. Здесь у нас есть база данных MySQL. В принципе, мы ее уже с вами переписали, поэтому мы не будем переписывать ее еще раз. Дальше имя пользователя копируем. Вставляем просто вот сюда в качестве второго параметра. Дальше нам необходимо сюда вставить пароль. Пароль у нас находится здесь. Я его могу скопировать, но пока давайте вставлять я его не буду, чтобы просто вы не видели, какой у меня пароль. Но вы тоже самое можете скопировать и вставить его третьим параметром. И последнее нам потребуется сервер. Сервер у нас прописан чуточку выше. Вот здесь или же, например, здесь. Соответственно, копируем его, вставляем просто здесь. И это все те необходимые данные, чтобы мы смогли подключиться к базе данных. Ну, конечно, пароль еще тоже сейчас просто пропишу. Теперь необходимо подключить домен. Вместе с покупкой хостинга нам был выдан тестовый домен. Его можно найти в версии PHP. Соответственно, переходим туда. Здесь вот он находится. Мы можем перейти по нему. В данный момент здесь будет находиться ошибка. И причина этой ошибки заключается в том, что у нас нет еще файлов, которые находятся на сервере. Мы еще не подключались к FTP, не перекидывали файлы, поэтому, конечно, здесь отображается ошибка. Но в то же время, когда мы закинем уже какие-то файлы, у нас этой ошибки не будет. Так вот, смотрите. Если зайти в сайты, и здесь как раз необходимо добавить домен, то здесь мы можем добавить с вами тестовый домен. Это первый вариант. Либо мы можем зайти в домены. Здесь нажать регистрация домена. И, соответственно, здесь приобрести какой-либо домен. Здесь есть домены, которые стоят всего лишь, например, 1,5 евро. Тот же самый info или вот этот вот домен. Или же, например, домен.ru, который стоит всего лишь 2,3 евро. Ну, в принципе, доменных имен здесь довольно-таки много. И вы можете регистрировать их просто здесь. То есть, вводите там, например, test.itproger. Допустим, такой домен. Дальше мы ищем подобрать. И те домены, которые будут доступны, вы их можете здесь приобрести. В принципе, давайте я все-таки не буду здесь приобретать домен, хотя у меня на счету довольно-таки достаточно денег для этого. Но пока я давайте не буду это делать. Оставим вот эти 4 евро на продление лучше хостинга. И здесь мы с вами подключим просто тестовый домен. Для этого заходим в сайты, нажимаем добавить домен. Выбираем, ну, вставляем тестовый домен. И нажимаем добавить домен. После этого он добавится, и мы сможем как бы с ним уже работать. И последнее, что нам осталось, это, в принципе, выполнить вход по FTP. Для этого нам потребуется, опять-таки, зайти в доступы. Здесь доступ по FTP и скопировать все необходимые данные. Для работы с FTP соединением вам потребуется любая программка, которая поддерживает FTP соединение. Есть программки такие, как Total Commander, там тоже есть FTP соединение. Есть такие программки, как FileZilla. Или же, например, если вы работаете на Mac, то идеальной программой будет кода. Соответственно, я именно в ней буду все пробовать делать. Вы можете использовать любую другую программку. Принцип подключения будет точно таким же. Просто вам необходимо будет ввести все нужные данные, вот что я сейчас буду вводить, и после чего выполнить вход. Итак, давайте мы нажмем на плюсик. То есть я буду создавать новое соединение. Например, назову это соединение как тест. Это название, которое только для меня нужно. Дальше Remote URL. Это, в принципе, сервер, к которому вы хотите подключиться. В разных программах это может по-разному называться, но по факту это некий хост, это некий удаленный адрес, к которому мы подключаемся. Соответственно, вставляем здесь хостед, хостед, ну, короче, вот эта вот вещь. Дальше Local URL можно не прописывать, это локальный некий путь. В принципе, нам это на данный момент даже не нужно. Вот эти вообще все данные мы можем с вами не прописывать. Нам главное прописать все данные на вкладке сервер. Здесь мы с вами говорим о том, что мы используем FTP соединение, причем порт у нас 21. Дальше сервер, к которому мы подсоединяемся, это тот же самый сервер, что я только что копировал. Дальше User Name мы копируем отсюда, вставляем сюда. Ну и потом еще необходимо будет скопировать пароль и тоже его здесь вставить. Я давайте это просто уже сделаю вне видео, чтобы вы не видели, какой здесь у меня используется пароль. И да, порт нам тоже здесь надо прописать, потому что, как видите, без него он не захотел. После того, как вы все добавили, нажимаете на подключение. Опять-таки, в разных программах это может быть по-разному, но главное просто введите все данные и дальше нажмите подключить. После этого во всех уже программках у вас будет примерно одинаковая структура. То есть у вас будет какая-то основная папка, в которой будет куча-куча разных папочек. Здесь есть такая папка, как public.html. Именно в нее нам необходимо заходить. Здесь представлены все те домены, с которыми вы можете работать. Помните, мы только что подключали с вами вот этот вот домен тестовый. Вот он здесь теперь доступен и мы можем с ним работать. Если мы зайдем в эту папку, мы заметим, что здесь нет ни единого файла. Это просто пустой домен. И, соответственно, что нам необходимо сделать, это взять вот эти все файлы, которые здесь находятся, и просто их переместить непосредственно на удаленный сервер. Соответственно, вот так вот куча всяких действий поделал, но, соответственно, мы выбираем полностью все эти файлы и просто их сюда перетаскиваем. Дожидаемся конца загрузки. И теперь мы можем с вами перейти на сайт. Давайте я его здесь просто скопирую. И теперь мы замечаем, что полностью весь дизайн, а также полностью весь функционал, он точно такой же, как и был у нас на локальном сервере. Соответственно, в ходе урока мы с вами научились создавать формочку регистрации, авторизации, а также выхода. То есть полностью систему регистрации создали. И дополнительно это все не только на локальном сервере сделали, но дополнительно это все еще и перенесли на удаленный сервер. Единственный момент, прежде чем мы закончим это видео, я допустил небольшую ошибку, когда уже в конце прописывал, что мы все выделяем в отдельный файл. Я прописал просто blocks.connect.php. На самом-то деле нам необходимо прописать еще вот эту вот конструкцию. Это нам необходимо для того, чтобы мы вышли на одну папку вверх. Смотрите, мы сейчас, как бы вот этот файл aus.php, он находится в папке validation.form. То есть нам по факту необходимо выйти, ну то есть выйти на один уровень выше, для этого мы вот это как раз и прописали, дальше зайти в папку blocks и дальше уже там найти файл.connect.php. Тогда это будет работать корректно. Для чек PHP необходимо сделать точно то же самое, то есть тоже как бы на папку вверх, потом в blocks, и потом находим файл.connect.php. Вот в таком тогда ключе оно будет работать корректно. Это я просто поспешил, немножко допустил небольшую ошибку. Соответственно, если вы это тоже поменяете, то у вас тогда все будет работать корректно, и ваш сайт и ваша форма регистрации будет работать успешно. Ну что ж, надеюсь, вам этот урок понравился. Если так, то ставьте лайки, комментируйте, переходите на сайт itproger.com, а также все те ссылки на ресурсы, которые я использовал в ходе видео, они будут находиться в описании к этому видео. Так что у меня на этом все. До скорых встреч. Пока. Пока.